всем привет сегодня будет одно из моих любимых видео это видео о покупках и подарках я хочу вам показать что я приобрела за последнее время а также что мне подарили это все все что я сегодня буду показывать это не из интернет магазинов это из магазинов моего города живу я в казахстане город кустанай и так я хочу показать что я купила сначала а потом что мне танюша подарила первое это вот такая пряжа так немножко по убираю этот цвет насколько я знаю сейчас уже не производится вообще это пряжа уже в остатках в одном из наших магазинов который уже прекратил свою деятельность практически и распродает остатки сейчас я не встречала этот цвет после того как ернарт выкупила фирма ализе а это пряжа была произведена еще до этого у нее очень хорошее качество и я уже вязала из такой пряжи и именно из этого цвета и увидев магазине остатки у них осталось 8 моточков и я жадности их все 8 и забрала хочу что-то еще связать так как я ту тот же жакет который я вязала из этой пряжи уже более 10 лет прошло и он до сих пор в хорошем состоянии общем качество этой пряжи было конечно на высоте сейчас одну я как-то покупала немножко другой уже конечно качество у нее вот это было намного лучше как-то у меня спрашивали какой цвет когда я показывала свой жакет сейчас я опять покажу этот жакет вот этот о котором я говорю так это по моему такой же до цвет да и так как я вязала его очень давно и я показывала его видео о своих работах связанных до youtube у меня не осталось на тот момент этикеток и не могла я сказать сейчас могу сказать 9505 если где-то вы найдете такой цвет то сможете тоже попробовать очень мне нравится эта пряжа она я ни разу не чистила от катышках и и и конечно это акрил сейчас я скажу все характеристики этой пряжи но он очень приятный вот для меня он очень приятный кто-то может быть не любит но это один из тех акрилов который для меня подходит я уже как-то снимала видео о пряже с содержанием акрилой которую я предпочитаю и вот это одна из этих видов пряжи потому что не каждый конечно акрил мне нравится но этот очень нравится и так что это за пряжи 92 процента акрил 8 процентов металлик полностью акрил значит здесь 100 граммах 400 метров пряжа не настолько тонкая при вязании но и естественно не толстая очень экономичный метраж 400 метров мало уходит пряжи на изделие вот что-то дни теперь из 8 моточках можно с удовольствием будет повязать так что здесь здесь можно стирать машине я конечно свой жакет все время стираю машине гладить нельзя но я его не гладила но по краям сейчас возьму вот здесь по нижней части я помню что когда я связала вот эти края немножко закручивались как это часто происходит в таком узоре это узор волна на него тоже есть видео на моем канале и я помню что я с обратной стороны немножко их отпарила на расстоянии и они стали вот так вот ровненько а полностью изделия я не отпаривала не отпаривала не гладила она очень хорошо и так себя ведет и после стирки никак не меняется так что еще хотел сказать здесь рекомендуют спицы 275 я помню что я вязала этот именно этот жакет на спицах 2 миллиметра но у меня есть изделие тоже из подобной пряжи другого цвета я вязала на два с половиной миллиметра и мне тоже понравилось это и так и так можно вязать на образце пробовать и какая плотность больше подходит и выбираю обычная так делаю я не всегда далеко не всегда у меня совпадает рекомендация не совпадает далеко не всегда мне подходят рекомендация производителя так как все-таки у нас очень много зависит и от плотности вязания и от выбранного узора нет других факторов вот такая пряжа буду что-то вязать и конечно вам показывать 8 моточков у меня хватит ни на одно изделие также я купила еще вот такую пряжу это пряжа тоже уже снято с производства две упаковочки взяла видео о покупках пряжи я уже как-то показывала такую пряжу других цветов сейчас я подготовлю возьму другие цвета какие у меня есть это на как он комфорт встреч как я сказала снята она с производства к сожалению мне абсолютно непонятно почему такую хорошую пряжу снимают с производства но это факт значит здесь 90 процентов премиум акрил 10 процентов полиэстер 50 граммах 193 метра так тоже разрешена машинная стирка крючок три с половиной спицы три три с половиной гладить нельзя на изделие указано достаточно 500 граммов так все это турецкая пряжа все знают это на ку почему сняли с производства мне непонятно я уже покупала сейчас возьму другие цвета и показывала пряжу такого цвета вот такую и такой это темно-синий это не черный кажется вроде как черный темно-синий и пока еще я вязала только образцы в образцах мне очень все понравилось но как-то вот не соберусь я вязать изделия хотя вот этих цветов у меня по три упаковки хватит на целые кардиганы ну обязательно конечно свяжу я не знаю у вас такое бывает часто у меня происходит такое если пряжа очень очень нравится почему-то очень долго я собираюсь что-то из нее связать как странная какая-то ситуация складывается а такую я взяла только один одну упаковочку вот такой в упаковке они все идут в таких сумочках в упаковке 5 моточков по 50 граммов 250 граммов и эту я взяла чтобы связать под джинсы какой-то топик чтобы джинсы этот топик и сверху кардиган какой-нибудь под темные джинсы и никак не соберусь вот сейчас уже осень подходит нужно обязательно связать этот топик что там его вязать никак не соберусь но обязательно свяжу из этих двух конечно вот этот цвет просто вообще мне так нравится изумительный номера я могу сказать вдруг тоже у кого-то где-то в каких-то магазинах остались остатки значит здесь серый это номер 952 вот этот номер я не знаю как его назвать он такой и не розовый и не персиковый но передает вроде правильно чуть чуть поярче так это 932 голубенький это 940 и темно-синий 958 буду тоже что-то правда пробовать в этот раз я взяла этот серый цвет хочу связать именно из этого цвета мне уже понятно что я хочу связать я хочу связать юбку очень люблю вязать юбки и стречевой пряжи они хорошо носятся не растягиваются хотя я сейчас начала юбку одну и не из стречевой пряжи тоже попробую обычно я вижу из всей юбки вязала из ализадила стреч и одну нет ни одну вязала я уже не стречевой вязала из так вот сейчас вспомнить бы шерсть с мериноса с шелком одна тоже есть у меня на канале и одна из так тоже с мериноса вая толстая такая серая я оставлю сегодня ссылку на плейлист мк вязаных изделий часто спрашивают у меня в комментариях где посмотреть все ваши мк у меня на канале есть отдельный плейлист в которой я все свои мк туда добавляю отдельно то есть можно зайти на этот мк и по фото на превью вы сможете увидеть о чем этот мк естественно по названию и если что-то вас заинтересует посмотреть и выбрать для себя и сегодня я ставлю ссылку вы сможете там увидеть все юбки и все также в поисковике вот когда заходите на плейлист там тоже есть еще из компьютера если смотрите особенно там есть поисковик то можно назвать допустим юбка выйдут все юбки ну хотя там там конечно много уже видео но я думаю что быстро пролистать и посмотреть по фото что вы ищете это не так трудно оставлять каждый раз на отдельно каждое изделие тоже как-то не очень у меня получается что из этой из этих двух цветов я буду вязать точно пока не знаю но вот этих у меня я сказала по три целых три упаковки обязательно конечно буду что-то вязать ничего с ней не случится полежит подождет следующая пряжа которую купила это вот такое чудо это пряжа floor от context здесь я пыталась найти но не нашла сколько метров в этой пряжи это фантазийная пряжа сейчас я разверну покажу метраж первый раз такое вижу что на этикетке нет метража есть стоп масса 100 грамм плюс минус 5 граммов есть состав хлопок 35 процентов вискоза 20 процентов акрил 45 процентов рекомендуемые спицы 35 крючок 35 можно стирать при 30 градусах стиральной машине гладить на единицы а вот метража нету кто знает сколько в этой пряжи метров флора мне кажется где-то я уже видела и слышал это пряжа думаю что это не только я знаю вот что представляет из себя это пряжа мне так цвет понравился вот кажется осенний осенний такой очень интересный и вообще из такой пряжи я еще не вязала и хочу попробовать значит здесь идет ниточка вот так переплетенная и затем встречаются вот такие интересные участки затем опять идет такая опять очень интересно тоже я пока еще образцы не вязала попробую посмотрю мне видится из этой пряжи какой-то коротенький жакет на осень как я его вижу в своей голове может быть это именно это и будет попробую посмотрю если кто-то знает сколько здесь метров и кто-то уже вязалась такой пряжи если будут особенно есть какие-то фотографии может быть в соцсетях оставьте пожалуйста ссылочки и напишите свои отзывы так как мне это пряжа для меня конечно вообще непонятно и это фантазийная пряжа я по моему из именно вот такой пряжи вообще ни разу не вязала под имею ввиду из такой-то точно а из подобной пряжи чтобы вот с такими вкраплениями интересными как это вообще смотрится на я примерно представляю как это должно смотреться но было бы очень интересно посмотреть если у кого-то есть фото готовых изделий из подобной пряжи мне было бы очень интересно посмотреть что вяжут из нее как это смотрится ну что конечно для меня это загадка поэтому если вы можете поделиться своим мнением о такой пряжи пожалуйста напишите в комментариях я буду очень вам благодарна 5 моточках я купила я думаю вообще по ощущениям моточек сама ниточка это тонкая утолщение только вот в этих местах и по ощущениям здесь вроде как немало метров такой плотный так довольно моточек и судя по рекомендации спицы от тройки здесь должно быть немало метров но вот написали бы сколько было бы очень здорово я конечно посмотрю еще в интернете может быть на сайте comtex есть какая-то информация или в других интернет-магазинах но если как я сказала вы уже знаете то пожалуйста поделитесь следующая пряжа это alize cotton gold fine из такой пряжи я именно из такой толщины я также еще не вязала эту пряжу мне подарила танюша пастухова хозяйка одного из наших пряжных магазинов танюша спасибо большое дальше я покажу пряжу именно ту которую мне танюша подарила периодически радует меня огромное огромное спасибо те кто знает татьяны магазин часто в него приходят очень приятная женщина в общем я оставлю ссылочку татьяны сейчас есть instagram под видео оставлю я как-то уже неоднократно оставляла тоже спрашивали меня можете посмотреть какая есть у татьяны пряжа и кстати кто местные у татьяны сейчас очень много новинок пришло можете сходить посмотреть это пряжа такая же как обычный cotton gold только тоненькая в 100 граммах 660 метров здесь если вязать в две нити то получится по толщине обычный cotton gold а можно конечно попробовать крючком я пока не знаю я попробовала образец спицами он получается конечно очень очень такой тоненький но очень нежный связала малюсенький такой образец правда потом распустила не решила что нужно все таки образец побольше связать но то что и я связала мне понравилось но пока я не решила я буду вязать спицами или крючком возможно крючком вообще я хотела попробовать ее еще соединить с пушистой пряжей попробую еще может быть тогда если соединить с пушистой полотно будет потолще и будет какое-то теплое изделие а может быть и свяжу что-то крючком потому что я слышала что крючком из этой пряжи очень хорошие изделия красивые получаются но естественно нить очень хорошая я вязала из обычного кутон гол только вот такая была туника листья на круглой кокетке как цвет изменяется есть у меня тоже мастер-класс плейлисте вы сможете посмотреть не вот не знаю она примерно она такая же мягкая я думаю что в 2 нити даже будет мягче чем это в одну надо пробовать смотреть что-нибудь обязательно буду вязать здесь 4 ма . метраж очень большой я думаю что на полноценное изделие конечно же этих четырех моточков хватит дальше вот такая пряжа которая мне так которая мне тоже знакома но только в цветном варианте я вязала носочки вязала шапочку тоже есть на канале мастер-классы а из однотонные пряжи пока еще ничего не вязала из этой пряжи я также хочу связать юбку пока у меня есть два варианта я повяжу образцы попробую какой из них я выберу потому что одно я уже из другой пряжа начала ну посмотрю или я продолжу стой пряжи вязать или я перейду на эту пряжу нужно связать образцы и посмотреть что мне больше понравится это пряжа 100 граммах 420 метров ализе супер вошь 75 75 процентов шерсть 25 процентов полиамид здесь на пряжи прямо написано машинная стирка все что я вязала из этой пряжи я стирала в машине и после стирки в машине полотно каким-то волшебным образом становится лучше чем она была до стирки и поэтому надеюсь я знаю видела что татьяна кельмяшкина вязала по моему платье из такой пряжи она она мне кажется немножко колючеватая для плечевого изделия для именно для меня но для юбки она конечно вполне подойдет обязательно попробую свяжу так что я здесь не сказала номер 152 он меланжевый не серый это светло светлые и более темные бежевые я не знаю как полосочками наверное будет на камеру не очень видно так жизни лучше виден этот меланж возможно он будет ложиться то светлее то темнее полосочки а может и не полоска на общем буду пробовать так что из еще не сказала рекомендует спицы 24 я буду пробовать на так спицами два с половиной наверное попробую так как у меня узор с переплетениями предполагается попробуем сначала на спицах два с половиной 24 рекомендует крючок 13 крючком я не пробовала эту пряжу вязать интересно здесь почему-то нарисовано что ручная стирка на этикетке написано машинная стирка но это пряжа спокойно можно стирать стиральной машине не стираю на режиме ручная стирка шерсти и все с ней ничего с ней не происходит даже гладить можно хотя я не пробовала гладить эту пряжу но если будет необходимость обязательно попробую на образце на ощупь очень пряжа приятная тоненькая и она мне нравится вот почему я именно для юбки хочу ее использовать она имеет слегка стрейчевый эффект и надеюсь что юбка не будет растягиваться там где ей не положено растягиваться очень приятная такая пружинистая пружинистая здание встречивает пружинистая есть пряжа которая совсем-совсем вот по моему cotton gold она немножко пружинит но но не сильно а есть такая пряжа которая ну совсем не пружинит не пружинит а это пружинит хорошо поэтому для юбки я думаю что вполне должна подойти целых 5 моточков у меня здесь конечно не только на юбку хватит все метраж очень большой буду вязать и вам показывать дальше вот такую упаковку пряжи давно я на нее смотрела в интернете у нас пока не встречала в магазинах такую и вот танюша меня порадовала это джинс tropical шикарный цвет цвет 622 чернар джинс tropical 50 граммов 160 метров по ощущениям мне кажется что это пряжа намного мягче чем обычный джинс к это даже как шелковистая немножко у джинса тоже как и во многих видах пряжи от цвета отличается мягкость и шелковистость я заметила это потому что это пряжа эту пряжу я люблю и вязала уже неоднократно из этой пряжи но вот это какая-то особенно мягкая и шелковистая мне кажется даже что здесь скрутка не такая сильная как обычно джинса более слабая скрутка очень красивый цвет что я точно буду вязать из этой пряжи я тоже пока не приду скорее всего вот я вижу только кардиган больше ничего не вижу ну может быть может быть что-то типа туники конечно но но почему-то мне хочется именно кардиган здесь скорее всего никаких узоров видно не будет на такой пряжи но я очень люблю многоцветную пряжу вот не знаю вот люблю и все и особенно такие цвета которые между собой так чудесно сочетаются здесь мне кажется подобраны цвета которые все сочетаются между собой очень этот цвет понравился преимущественно здесь сиреневый вообще люблю сочетание сиреневого и фиолетового с желтым мне кажется такой очень подходящее сочетание так все сказала да про эту пряжу здесь рекомендуют три с половиной я обычно вижу спицами по-моему 3 миллиметра но тоже зависит как обычно и от выбранного узора и от того что какой эффект хочешь хочется получить так крючок три с половиной крючком мне не очень нравится только игрушки мне кажется крючком хорошо из этой пряжи ну хотя конечно если взять потолще крючок и какой-то ажурный узор то можно изделия связать но я не вязала из джинса плечевые изделия крючком я не помню чтобы я вязала по моему не вязала а спицами мне очень нравится эта пряжа все там другой информации нет спицы также рекомендует я сказала три с половиной на плечевое изделие 400 граммов и все пятьдесят пять процентов хлопок 45 полиакрил как обычный джинс ну вот я говорю он по ощущениям намного мягче спасибо танюша огромная как обычно порадовали меня также еще вот танюша мне крючок подарила спросила какого номера у меня нет у меня нет 275 не было и вот она решила мне дополнить мою коллекцию крючков clover огромное огромное спасибо люблю очень эти крючки и с тех пор как я стала вязать этими крючками я перешла полностью на эти крючки мне нравится и те которые с желтым наконечником и те которые до после двойки начиная с двойки да и выше идут желтым наконечником меньшего размера они с металлическим основанием идут и те и такие мне все нравятся крючки очень удобные как я сказала полностью уже на эти крючки пришли перешла у меня правда только до тройки но я свыше тройки очень редко вижу крючками я люблю вязать более тонкими да и спицами тоже люблю тонкого размера вязать также я купила две булавки петли съемные вот написано булавка петли съемные у меня есть разные булавки но есть проблема с большими булавками именно с длинными очень удобно я всегда на них снимаю на такую булавку можно полочки снимать очень хорошо рукава оставлять если нужно в общем 2 пока взяла у меня есть только одна большая остальные примерно вот и от такого и меньше размера это так индийские в пони очень качественные вообще мне нравится и спицы пони если бы у них была хорошая леска мне кажется этим спицам не было бы цены и не знаю никак номер 60 217 наверное они как-то под номерами идут ну естественно зрительно видно какой номер булавки так дальше вот такие ограничители для спиц у меня есть вот такие обычные которые для одной спицы тоже они по моему силиконовые же да тоже разных размеров я ими пользуюсь эти меня заинтересовали тем что они двойные сразу две спицы и и не мне кажется это даже намного удобнее я попробовала уже очень хорошо они тоже идут разного размера магазине также был такой размер и 2 вот они эти 6148 а есть еще 6149 но как я и предполагала вот такие которые меньше они подходят и для большего размера спиц здесь указано что 6148 для спиц 2 3 миллиметра а 6149 для спиц 2-4 с половиной миллиметра но я попробовала вот в эти маленькие и 4 4 с половиной тоже отлично входят даже силикон он тянется и даже наоборот более плотно вот этими большими у меня здесь тоже же два размера я обычно все равно пользуюсь маленькими вот эти большие они все-таки уж совсем для толстого размера спиц а эти чаще всего для всех подходят вот эти размер одинаковый а само отверстие здесь меньше этих совсем большое но все всеми я пользуюсь люблю если особенно по кругу когда вяжешь очень удобно чтобы спицы никуда не убежали вот теперь такие у меня еще будут интересные так дальше что еще осталось пуговицы вот такие интересные пуговицы я думаю что это эти пуговицы они больше выполняют конечно декоративную функцию потому что сделать такие большие отверстия мне кажется очень трудно но для какого-то изделия просто сделать вид что там есть пуговицы мне кажется просто чудесно вот эти очень интересные это не . несколько отверстий здесь кстати можно даже если не подходит этот цвет нити отверстия то остаются можно эту нить вырезать отрезать она распустится заполните это эти отверстия тем цветом пряжи из которого вы вяжете изделия можно так попробовать они тоже у нас магазине разных цветов есть примерно одного здесь здесь нет красного а здесь есть еще и синий красный желтый зеленый синий здесь желтый горчичный такой зеленый здесь желтый красный и зеленый все равно они все сочетаются между собой очень интересный люблю такие аксессуары необычные обязательные где-нибудь использую это были все мои приобретения и подарки за последнее время пряжи конечно много не бывает мне вчера еще написала елена берзине и предложила попробовать мне дундагу у нас конечно такую пряжу не купишь она сказала что хочет отправить мне посылку но если отправить то я вам обязательно покажу конечно у елена кстати есть свой канал и на ее канале проходят викторины с призами призы в виде пряжи по моему спицы крючки в общем я оставлю ссылочку на ее канал под видео он так и называется елена берзине и вы сами сможете там посмотреть я особо так не изучала ссылочку оставлю посмотрите вообще пряжа на меня всегда действует вдохновляющие я думаю как и на всех когда смотрю на нее еще больше хочется что-то вязать у меня сейчас всего четыре начатых процесса для меня это честно говоря мало и я думаю что пора бы начать уже еще несколько новых каких-то процессов ведь самое главное это сформировать образ сделать расчеты и начать а дальше уже вязать и получать удовольствие это все я желаю вам также приятного вязания постоянного вдохновения и всего самого-самого доброго до встречи в моих новых видео и и